Весь цвет научного мира курорта так назвали сочинских школьников на открытии уже 15 конференции «Первые шаги в науку». Зал первой гимназии едва вместил всех желающих поделиться своими научными открытиями. На суть жюри в этом году свои исследования предоставили более 350 юных ученых из 58 школ Сочи. Для сравнения, в прошлом году было более 500, но снижение количества участников никак не связано с утратой интереса школьников к науке, объясняют организаторы. В этом году довольно принципиальное новшество введено. Стартовал, во-первых, подготовительный этап, и система отбора рукописей уже была произведена конкурсных работ. И, соответственно, на почти 160 работ меньше представлено уже здесь на суд, уже жюри. Спектр тем, которым школьники посвятили свои научные исследования, оказался широк. Одни рассуждали о горных породах и минералах, другие – о вреде фастфуда, третьи – вовсе о политике, взаимоотношениях России, Украины и США. А первоклассники Анжелика и Родион путем опытов добывали из продуктов кислоту. Расследуя кислую тайну, они удивили жюри не только серьезностью подхода, но и подачей материала. Через пару-тройку дней с банки сняли маску и увидели в земле тоннельную сказку. Много исследований было посвящено и Сочи, в частности, экологии курорта. Милана Дедухова занималась описанием реки Псизуапсе. На работу ушло два года. Милана исследовала состав воды и уровень загрязнений путем взятия проб с правого и левого берега в разное время года. Река загрязненная, и направление течения направлено на север, так как происходит вынос. И поэтому для людей это не очень хорошо. И поэтому из вывода я могу сказать, что следует построить очистные сооружения в поселке Ладреска, которых там очень-очень мало. На полученном результате Милана останавливаться не собирается. В новых научных трудах будет исследовать другие реки курорта. Впрочем, многие из участников конференции, когда-то сделав первый шаг в науку, уже не уходят с пути в мир исследований и открытий, рассказывают организаторы. А авторов лучших работ назовут уже завтра. Самые интересные исследования впоследствии будут представлены на краевых конкурсах «Эврика» и «Я исследователь» и на всероссийском имени Вернацкого.